Микс Ньюс Гость в студии Здравствуй, милый человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии Уже у нас разрываются телефонные линии. Напомним, что телефоны в студии 67212-939-67213-939. Также пишите нам в WhatsApp 2061-91. Будем зачитывать ваши комментарии. Еще раз повторю, у нас председатель партии Согласия Янис Сурбанович, а также депутат всех созывов парламента в истории уже независимой Латвии. Ну вот, несколько дней назад состоялся конгресс партии Согласия, где большинство голосов были выбраны ее лидером. По существу такой вопрос, что делать дальше? Что будете делать? Какие планы? Неожиданностью, думаю, для вас это не было. Такое решение. И наш вопрос. А вот как на него ответить? Ну просто все говорят о какой-то реорганизации, о возобновлении Согласия постоянно. Это все такое обтекаемое понятие. Не знаю, есть у вас что-то, что вы уже спланировали? Должна быть какая-то стратегия. Не знаю, от чего отказаться или что приобрести. Как в мультике «80 дней вокруг света», есть ли у вас план «Мистер Фикс»? Там была такая все время фраза. Вы будете смеяться, но на самом деле, ну какой тут может быть план? Кроме одного. Это задействовать целую кучу, массу прекрасных людей в взаимодействии, в совместную работу с тем, чтобы они не реагировали на вопросы извне, а задавали сами внутри, решали проблемы, которые возникают. У каждой группы людей партия большая. И долгая история. Много чего было. Есть из чего делать выводы. Но самое главное, повторяю, это для меня. Это первые полгода, вот сейчас, до весны, это воссоздать механизмы внутренней коммуникации, активные, такой динамичные, не ждущие каких-то заседаний, конференций или съездов, а оперативного общения у коллег, прежде всего у лидеров, которых у нас уйма. По поводу общения и внутренней коммуникации. У нас в гостях, в этом кресле, сидела Антонина Нинашева. И как-то она комментировала, в принципе, работу партии в парламенте. Она сейчас представляет прогрессивных. Она работала и в согласии. И она говорила, что в согласии отсутствуют как раз какие-нибудь обсуждения, допустим, перед любым, не знаю, заседанием всеми по четвергам, когда в поездке дня планируется обсудить те или иные вопросы, законопроекты. В принципе, голосования среди депутатов, согласия или дискуссии не возникает. Вот как Урбанович сказал, так все и голосуют, так и будет. То есть даже никто ничего не говорит. Но это по ее словам, вот насколько это правда. Ну, она умница. И она во многом права, конечно. Вот это мы как раз хотим поправить с тем, чтобы никто, не Урбанович, никто-либо не имел бы последнего слова в начале разговора. Я этим буду сейчас стараться. Мне больше всего придется бороться с самим собой. Потому что, когда долго работаешь, все превращается в рутины, все уже было. Тяжело заставить себя долго дебатировать, когда вопрос кажется абсолютно ясным. И когда маневра на самом деле нет. То есть вы не открываете дискуссию даже среди своих членов партии депутатов? Я как раз наоборот. Вот мои коллеги по фракции, вам придут, зовите любого, я как раз провоцирую. Я таким образом борюсь с собой. За правила, которые в свое время, когда был предыдущий кризис в согласии, как раз за счет этого правила и неукоснительного соблюдения этого правила, которое я вам только что сказал, «Никто не имеет права на последнее слово в начале обсуждения любой темы». Нам к этому принадлежит… Никто кроме вас до сегодняшнего дня? Вы сами сказали, боретесь сами с собой. Ну, я повторяю, я понимаю свои недостатки, потому что я уже объяснил вам это, что когда долго работаешь, многие вещи кажутся очевидными. Но, наверное, это не всегда так. А с другой стороны, даже если очевидно, надо, чтобы для остальных тоже это стало бы очевидно, а не преклонение перед каким-то авторитетом или знанием, а сами доходили. В этом моя проблема. Но, я думаю, она и общая. Потому что лидерство во всех партиях обязательно. Кто-то, даже если есть много лидеров, все равно потом кто-то один становится большим авторитетом. Это объективная вещь, доказанная многими странами и социумами. Для нас сейчас очень важно, вот именно добиться, чтобы те люди, которые у нас есть, и их очень много, и они очень талантливые, чтобы они раскрылись. И раскрылись друг перед другом. Перед другом, прежде всего. Моя задача. Поэтому я временщик. Я ненадолго. На два года вы говорили, да? Максимум. Ну, два года – это хороший срок, это когда все исправить собственные ошибки, помочь раскрыться остальным лидерам и создать команду лидеров, из которых потом выпускается и следующий. Ну, вот как раз согласие часто упрекали в том, что как будто бы нет нового поколения молодых политиков, которые бы могли дышать в спину Ушакову и Урбановичу, условно говоря. Ну да, ну, тень Ушакова была большая, он великая фигура в латвийской политике, не только в согласии. Естественно, эта тень затеневала очень многих, которых я знаю. Ну, моя задача – принизиться и пропустить свет интереса медиев и общества к остальным, которые готовы возглавить. И это не один человек, и не два. В интервью Делфи ТВ господину Домбрусу вы сказали, что если хотите, можно считать партии «Согласие меня» Иисусом, который тоже ищет своих продолжателей, и когда он их найдет, можно передать это дело дальше. Вы внутри партии уже существующих членов собираете искать новых лидеров или выращивать их извне? Нет, я буду работать только с коллегами, которые уже в согласии. А если есть люди готовые приобщиться, пожалуйста, заходите. Но я буду только со своими. Насколько вот эти два года будут для вас сложными? Потому что следующие выборы, буквально прошел недавно съезд честь служить Риге, где они сказали, что в принципе могут пойти на выбор отдельно. Нет, уже идут. Уже пойдут. Уже пойдут, да. И вот эта вот ситуация, когда происходит этот раскол, и это ставит под угрозу в принципе, то, что согласие сможет в одиночку получить большинство на выборах. Вот это вот сложная ситуация. Как она будет отражаться? Ой, вы знаете, я вот этих вот прогнозистов и прогнозов наслышался. Все зависит не от того, кто как нам прогнозирует и кто как считает из тех, кто не голосует за нас. Мне их мнение интересно, но не более того. Меня больше интересуют те, кто ранее за нас голосовал и на меже из тех, кто не голосовал. То есть, которые посматривают на нас, иногда критикуют, иногда обоснованно, часто обоснованно. Но это те, на которых мы можем опереться, и которые нас видят как одну из сил, на которые они могли бы посмотреть, если. Так вот, наша задача эти «если» убрать и создать, если хотите, демократическую коммуникацию внутри, куда им удобно, уютно войти, влиться. А как все получится, я не знаю, но если у нас вот эти все вещи, все максимы, которые я назвал, удастся сделать, то мы и одни победим. Что касается, вы говорите, гораздо важнее разговаривать с теми избирателям, которые вас поддерживали, либо которые находятся между, либо планируют это делать. Что у вас сейчас со связью с электоратом? Потому что наши слушатели, в том числе, всегда подчеркивают и открыто говорят о том, что, да, голосовали за согласие, или больше не будем голосовать за согласие, или разочаровались вообще, поменяем свой вектор, или больше не будем голосовать ни за кого, что с этим делать? Я ответил только что на это. Я вот про это и говорил. Те люди, которые когда-то надеялись, может быть, короткие сроки разочаровались, или те, которые никогда на нас не надеялись, но посматривали, к ним обращено будет то, как мы сможем сами внутри мобилизоваться, организоваться. Это лучше, чем какие-то аргументы, рассказки про то, вот сейчас, вот завтра. Ну хорошо, что вы можете внутри, да? Пока есть коалиция в большинстве Евридической Думы, и то ее возглавляют уже через служить Риге, и оппозиция в парламенте на национальном масштабе. Что вы можете показать избирателю? То есть вас в пассивности обвиняют в том числе, да? Мы понимаем, что, являясь оппозицией и не принимая, может быть, решений по важным вопросам, не влияя на них, показать что-то трудно, но тем не менее. Что тем не менее? Я уже повторяюсь и скажу третий раз. Какие мы, кто-то нас видит, некую пассивность, другие нас видят слишком большую агрессию. Где-то правда посередине. То, что даже в оппозиции мы влияем на повестку дня, даже на повестку дня всех институтов власти, это факт, который наши оппоненты не могут отрицать. То, как мы это добиваемся, за счет многого умения, опыта и активности, и так далее. Наша проблема не является идеологической проблемой. У нас идеология самая лучшая в мире и в Латвии точно. Это как раз совместное проживание счастливых людей с общей целью на базе безусловного уважения друг к другу, какие бы разные мы здесь ни родились. Но наша проблема не в этом, не в идеологии. Наша проблема в качестве вот этих вот вожатых, что ли. Мы должны доказать свою способность, свою верность и свои качества через то, как показать, сколько у нас много талантливого, сильного народа. Всех наших, которые у нас есть, и которые тоже еще больше негодуют от того, что происходит внутри или вокруг нас. Полгода нам нужно для того, чтобы всем сделать личный и коллективный аудит. Мы очень привыкли к тому, что мы умеем мобилизоваться на определенные каденции выборов и их побеждать. Но потом это как-то становилось конечной целью, а не основой для реализации, собственно, обещанных планов и так далее. Мы к этому потихонечку возвращаемся. Я думаю, возвращение будет непростым. Для многих оно будет непонятным и непринятым. И кто-то нас оставит, ничего не поделаешь. А кто-то, наоборот, вернется или придет из новых. Мы должны служить и соответствовать тому, чему служим. С другой стороны, мне кажется, что избиратели, может быть, начинают забывать о том, что было до 10 лет назад, и могут забывать, например, то, что в Риге не праздновалась Лига, то, что не было бесплатного общественного транспорта для пенсионеров. То есть очень многие хорошие вещи. Нужно ли все-таки пытаться периодически напоминать избирателю, потому что мы знаем, какая короткая память, и как люди иногда покупаются на какие-то пустые обещания. Вы правы. Нам есть чем гордиться. Но все-таки сейчас для меня и для моих коллег по правлению вызов главный не в том, чтобы напоминать, а соответствовать тем прежним победам и будущим. В политике не торгуют прошлым. В политике не предлагают ордена дедушек и бабушек или свои собственные, которые где-то лежат на полке, или призы. В политике предлагают будущие планы. Для того, чтобы... То, что мы можем предложить, я не сомневаюсь. То, что это нужно всей Латвии, да, и тоже, не сомневаюсь, и опыт это доказывает. Но проблема в качестве предлагающего. То есть мы должны соответствовать нашему предложению. Прежде всего, это не может быть так. Давайте вот новую пиар-концепцию утвердим. Это должно быть внутреннее состояние нашего коллектива. Этим я сейчас буду заниматься. Вот через полгодика задайте эти вопросы. А сейчас есть вещи, которые, обозначив, они просто уже будут очень тяжело реализованы. Это все равно очень много народу, хорошего народа, всех я их люблю. Кто-то свыкся, кому-то будет трудно отвыкнуть от вечно побеждающего в Риге коллектива. А сейчас все по-новому, надо опять все доказывать с нуля. По поводу доказывать с нуля, поддерживать, служить, соответствовать. Иногда возникает такое ощущение, что вы представляете не народ, а сами себя. Я даже поясню. Чувствуется какая-то усталость. Вот, допустим, когда вам звонишь, господин Урбанович, спросишь в каком-то комментарии. Я не хочу это комментировать. Я набила скомину. Надоели меня с этими вопросами. Позвонить кому-нибудь другому. Вот откуда это? Почему? Это нормальная и честная позиция, как я это понимаю. Вам это не нравится. Но я это вижу честно. Причем, когда мы просим прокомментировать даже ваше решение или ваше высказывание по какому-то вопросу, вы говорите, нет, не хочу, не буду. Ну, во-первых, вы меня не часто беспокоите. Начнем с этого. Нет, ну даже, вот именно, даже не часто, но когда беспокоим. Я отвык от вашего внимания, поэтому я вот так и реагирую. Это раз. Второе. Знаете, ну ведь действительно у меня очень много народу хорошего, которые авторы тех или иных действий. И я считаю нечестным с моей стороны брать на себя и комментировать то, что сделали другие. Вот я и говорю, спросите у него, он автор этого действия. Почему я не могу так поступить? И потом, вы будете смеяться. Но у меня нет амбиций политических. Я никем не хочу стать. Я хочу помочь стать другим. Вы являетесь серым кардиналом. Кто бы на этот момент... Я спросил, смотрите, рубашку цветной одел. Предполагаю, что у меня в серости... Даже если лидер другой... Послушайте, я вот такой, понимаете? Вот я такой. Но на выборах было три претендента, да, три кандидата. Разве вы говорите, у вас нет никаких амбиций? Вы никем не хотите стать? А зачем вам тогда председательство? Человек без амбиции может возглавлять? Это не парадокс, это не конфликт? Просто обалденный вопрос. Потому что так получилось, что у нас новое поколение не выросло после скоропостижного ухода в Европу, в Нила. Мы думали, и я тоже свыкся с тем, что вот... У вас более трех тысяч человек, членов партии? Скоро четыре. Четыре тысячи, хорошо. Да, и у нас очень много в очереди стоит вступить. Мы тут тоже... Есть одна причина для того, чтобы сделать все коллективные, индивидуальные изменения всем, чтобы те, которые к нам торопятся, чтобы они таки пришли. Но вы смотрите, ну это моя роль, да. Вот я такую вот роль себе выбрал. Я это умею. Помогать другим, выращивать, помогать. Иногда жестко катекуя, но только индивидуально. И я выращу этих 12 будущих. Вы как об урожае, знаете, говорите сейчас. Как? Об урожае. Прекрасно. Как садовник, который ходит, поливает, леет. А я что, должен быть кем, по-вашему? Я не знаю, я спрашиваю, вы сейчас... Мне нравится садовник, вы прекрасный. Я вообще люблю копаться в грядках. Что-то очень похожее на то, что я делаю в политике. Да, действительно, я вижу и сырники, и прекрасные... И грязь, наверное. Да, это облипаешь, когда ходишь по этим грядкам, и топчешься, и кому-то наступаешь, и кто-то тебе наступает. Послушайте, я знаю, что я умею. И я согласился возглавить правление сейчас, потому что, мне кажется, у нас нет проблемы с лидерами. У нас проблема коммуникация среди этих лидеров. И я, который никто не подозревает, что я кем-то хочу стать, стал тем, вот, той серостью, которая будет выращивать эти вот прекрасные цветы будущего. Когда эти цветы ждать, когда урожай... А у нас не так много времени, это через полгода, вот сейчас зимой, обусловленных еще не только внутренними, но и внешними событиями в Латвии, когда мы должны свои ряды причесать и выстроиться. Потом активная деятельность, которая в течение лета, в следующей зимы покажет, насколько мы не упустили этот кризис, а я очень не хочу упустить этот кризис, который есть у нас, с тем, чтобы им воспользоваться и стать лучше. Во всем политическом спектре наступает полоса кризиса во всех партиях. Кто больше, у того больше. У нас, во-первых, нам повезло. Вопрос только в том, мы сможем этим воспользоваться или этим воспользуются наши оппоненты, как некоторые говорят, партнеры. Давайте мы попробуем принять звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Надевайте, пожалуйста, наушники. Аня, попробуйте еще раз, пожалуйста, позвонить. Наверное, один из таких главных вопросов, все-таки, которые постоянно и вам задают, есть ли вероятность того, что согласие может войти в правительство? Есть ли какая-то точка, которую удастся преломить когда-нибудь, через 5-10 лет? Что должно измениться? Ну, во-первых, мы должны готовиться к этому постоянно. Сегодня мы не готовы. Когда будем готовы, думаю, ситуация вокруг нас тоже будет меняться. Насколько многие упрекают все-таки согласие и в том, что оно реагирует, ну, как сказать, слишком либерально, слишком спокойно на происходящий в стране процесс, ну, в частности, вот закрытие, окончательная ликвидация русского образования на русском языке, закрытие русских школ. И вот когда здесь как раз вот сидел Домбровский, он говорил о том, что мы понимаем, что мы можем бросить клич, там выйти на улицу, но вопрос в том, кто выйдет, и вот, ну, будет ли от этого какой-то толк? То есть вот вы приверженец какого пути, не знаю, какой борьбы? Протестного и выхода на улицу? Протестного, да, или, ну, какого-то другого? Ну, завозчик на улицу не достатка, нет. Дай бог им удачи и эффективности. Для меня слово «эффективность» важнее. То есть мы находимся в парламенте страны столько, сколько есть. И многое можем за счет умения, опыта, и это делаем. Если посмотреть, что мы делали, там, иски в Конституционный суд, в Европейское переписка и многое другое, это вас бы убедило, если вы это посмотрели, убедило в том, что да, мы не упускаем ни одной возможности. Но сейчас одновременно, могу сказать, идет полоса вот этого национализма, и она еще будет продолжаться. Я думаю, что наступит уставание, прежде всего, у титульной нации латышей от этого, от этой разводки, и она станет нашим союзником. Давайте примем звонок. Доброе утро. Как вас зовут? Мы вас слушаем. Доброе утро. Это Андрей звонит. У меня такой вопрос. За время правления Шаковым Рижской думы, за 10 лет, водители Рига Сатексна потеряли 50 тысяч евро. Будет ли как-то исправляться эта ситуация, да? И что вы можете по этому поводу сказать? Простите, что значит, потеряли 50 тысяч евро водители? Нам снизили зарплату. Снизили зарплату, понимаете, за эти 10 лет. Да, спасибо. Мы уже завтра у нас правление, на котором будем слушать наших коллег, которые работают в Рижской думе. Они инициировали эту регулярность таких заслушиваний, и мы будем соответствующе реагировать. Завтра в 2 часа у нас правление, заслушиваем коллег, которые там работают, и будем на это реагировать. Это раз. Второе. Нил Ушаков по-прежнему главный куратор ситуации в Рижской думе. Он по-прежнему отслеживает 7 дней в неделю ситуацию, и мы с ним, как и и прежде, общаемся вдвоем, и он подсказывает о том, что происходит в том числе. Сейчас у меня, как я говорил про завтрашнее правление, возникает задание, необходимость подключаться к этой ситуации, от которой я увиливал в течение 10 лет. Я понимал, что Нил там в большом авторитете, и я был рад, что Рижской думой я не интересовался. Сейчас мне придется больше узнавать, ну и, наверное, реагировать. Давайте еще примем звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. У меня вопрос как раз по Ушакову. Вот на него столько всего наговорили, что он воровал и с Ригой с Атексомой, и все. И это судом ничего не доказано. То есть это голословные слова. Но для многих избирателей согласие, это буквально получается как красная тряпка. Может, его не надо было сейчас, вот как у вас там называется, куда его председателем назначили. Может быть, не надо было все-таки Ушакова сейчас так выставлять, а пусть бы посидел потихоньку в сторонке. Тебе, наверное, имеется в виду, что он сейчас возглавляет Думу партии. Если я правильно понимаю. Ну вот, уважаемые, вы же сами только что ответили. Ну кто мы такие, чтобы судить? Мы общаемся, мы в глаза без посредников высказываем вопросы, получаем ответы и так далее. Кто мы были бы, если бы, не дождавшись вердиктов тех, кто выдвинули обвинение, начали бы устроивать тут какие-то самосуды внутри. Нил держит удар, и наша задача не помогать его врагам, а использовать в том числе фактор Нила, который немал. Он по-прежнему огромен в партии, для того, чтобы вместе с ним и теми, кого он привел в партию, сотворить с нами, всеми, сообща, то необходимое преобразование, которое позволит нам быть живым организмом, где не важно, кто лидер, где каждый себя чувствует важной частью, в три до восьми, важной частью вот этого коллектива партии «Согласие». Поэтому я категорически против был и того, чтобы Нил мог бы приостановить членство партии или как-то, как вы говорите, отошел бы в сторонку. Без него сотворить вот то качественное преобразование невозможно, потому что он очень большой авторитет не только для голосующих, но и внутри партии. А делить на хороших и плохих мы должны не исходя из симпатий внутренних, а из создания вот этого живого общения. Вот и все. Там он привел очень много людей, молодых и сильных, которые нам очень нужны. И сам он не слабак. Он держит удар. Посмотрите. Да, не снимайте наушники. Давайте продолжим. Примяю звонки. Здравствуйте. Мы слышим. Янис, доброе утро. Здравствуйте. Моя семья на вас голосовала все эти 10 лет. Я многодетный папа. Хочу лично вас спросить. Когда шли в суд издеваться над моими детьми, почему вы туда не выставили команду грамотных юристов, даже, может быть, дорогих, даже, может быть, иностранных, а послали этих популистов безграмотных, которые даже два слова между собой связать не могли. И, по сути говоря, проиграли в этом суде. И вот это тот камень прескновения, после которого все. На этом, согласию, можно было ставить крест. Не говоря уж про то, что там воровали все эти годы и все остальные вещи. Это ладно. Это еще можно было стерпеть, кто не ворует в этом государстве. Вот вопрос. Почему вы туда послали этих негодяев? О каком суде идет? О каком, действительно, я тоже не понял. Когда был последний суд, последняя инстанция о русских школах. Когда был Стелевич, заикался, закинался, плевался. И в итоге суд решил, посмеялся и сказал, ну да, это был последний шанс, когда у нас фактически мог остаться русский язык в русских школах. Ну, я не согласен в оценке качеств тех, кто создавал этот иск в Конституционный суд. Я не согласен с тем, что качество инициаторов, которые выступали на суде, могло как-то повлиять на этот суд. Мы просто не могли не сделать это. Качественный состав, идеологическая направленность Конституционного суда, равно как и многих других судов Латвии, оно вот такое, как доминирующая политическая мысль. У нас не иначе, как в парламенте, как предвалстарские антигосударственные силы не называют. И это нормально. Это нормально в Латвии. Мы протестуем, мы бешем там, что-то не, спортлото везде. То есть, это вот такая ситуация. Мы изгои, нас объявляют изгои. Ну, меня, пожалуйста. Но если мы его избиратели, они же делят не политиков там по качеству, а не избирателей. Граждан делят на правильных и неправильных. Но это, извините, такая вот очень четкая, подходящая под ООНовское свежее определение политического расизма. Да, вот мы в таком живем. И отсюда вот эти вот все процессы, которые очень уродливые в нашей стране. У нас по-прежнему эксплуатируется плохих и хороших по происхождению. Граждан и неграждан. Это эксплуатируется. И это позволяет в стране происходить всем другим скрытым и открытым уродливым процессом. От коррупции до глупости. От того, что творится у нас все эти годы. Но я думаю, что есть еще одна особенность для Латвии, которая отличает от других, допустим, стран. Мы живем на некой геополитической и экономической меже между Востоком и Западом. И вот если посмотреть, мы уникальны. Нет, такие страны еще есть. Люксембург, Монако, Лихтенштейн, Финляндия, Швейцария. Там большинство элиты пришло к консенсусу, что это Божья благодать, такая география. И они договорились этим пользоваться. А в Латвии, мне кажется, многие уверуют в Наполеона Бонапарта, что география – это приговор. А значит, надо страдать. Вот это все от отношений. Мне кажется, проживание на такой меже и умение пользоваться страшилками от этого, рядом вон какие и так далее, оно не сейчас, не в 2012 году началось. В свое время, в советское время, мы тоже были самыми из прибалтийских стран самыми активными строителями коммунизма. У нас в Латвии здесь. У нас ура-ура было. Опережали всякие там решения политбюро. Вот это, наверное, у нас в геноме в Латвии – это желание послужить чужим интересам, не помня о своих. Этим мы отличаемся. Насколько мы обречены на всю оставшуюся жизнь до смерти страны, не знаю. Но мы как раз и говорим, что давайте пользоваться ситуацией географической. И давайте из этого выгоду выводить. То, что у нас много русских – это не недостаток, это преимущество по отношению к другим странам, живущим на подобной ситуации. Потому что если латыши и русские здесь договариваются о понятных принципах взаимного уважения и проживания, то нам все равно, кто там в Кремле, когда сядет, мы всегда будем обречены на хорошие торгово-экономические отношения. И наоборот, если мы по-прежнему собачимся, нам все равно, кто там. Мы здесь будем все время зависеть от плохих и постоянно ухудшающихся отношений. Вот и все. А на Западе, ну пора уже понять, что там не сидят наши агенты влияния и думают только с утра до вечера, как нам тут улучшить жизнь. Наоборот, вот по-прежнему национальная идея возрождения Латвии – это поднятие, получение от некого консенсуса элиты и властей об, будет смеяться, национальном эгоизме. Через все, через внешнюю, внутреннюю, как это нам, что нам от этого. И все. Ну, господин Иванович, Вы работали во всех последних парламентах депутатом. Чем нынешний 13-й Сейм отличается от предыдущих? Уже год проработал практически ровно и сформировалась у Вас какая-то картинка. Или нет, все о том же? Что-то о том же, что-то хуже. Более наглыми молодые пришли, менее знающими. Ну это вообще характерная черта. Меньше знаю, больше люблю себя и свое знание, и незнание. И не стыдяться показывать свое незнание, а навязывать. Этот, в Сейм намного грубее и некомпетентнее. Вопрос о негражданах. Вот недавнее решение о том, что все-таки дети неграждан будут автоматически получать гражданство Латвии. Вроде бы, ну вот по версии правящих закрыл тему. Ну теперь нас не в чем уплекнуть. Вот как Вы считаете, вопрос с негражданами, каким образом он решится? Когда вымрет, умрет последний, получивший паспорт негражданина? Или все-таки, ну, доживет этот человек? Когда-нибудь поменяют право паспорта, да. Я считаю, что президент Латвии, кто бы в тот момент, в момент на уровне зрелости общества и страны, не было бы извиниться перед всеми негражданами, которые уже ушли, их потомками. Извиниться за несправедливость историческую и внесет законопроект о предоставлении по желанию, по заявлению всем негражданам гражданства Латвии, которые квалифицируются на это по времени проживания, происхождении и так далее. Пока это не сделается, пока это не произойдет, мы будем постоянно жить, ну, вот, на предвоенном, при военном положении на меже. Мне с полгода примерно довелось быть на похоронах, хоронили негражданина. Очень авторитетного человека, очень, ну, сильного человека. У него там были и внуки, и правнуки, и все граждане, да. Но, ну, их, ну, не знаю, ну, начало их семейное, да, ушло как изгой. И это на все поколения осталось. То есть, они вот говорили, да, они, вот, дедушка изгой. И я гражданин, там, некоторые имеют двойное гражданство, сблились по всему свету. Но, коль скоро дедушку, надо дедушка реабилитировать хотя бы после смерти. Я думаю, без этого и без извинений нам не получится. Построить на уровне взаимоуважения, да, то есть, ну, что это такое, когда говорят, что, слушай, тебе не повезло родиться у неправильных родителей, неправильной семье, ну, ничего, мы тебе можем помочь поправиться, стать ладышом. Ну, что это? Ваш коллега, господин Добровский, сидел и предположил такое мнение, что те русские, которые живут в Латвии последние, ну, уже в современной Латвии, они тоже идут по тому же пути националов и тоже таят в себе обиду на то, что их как-то на протяжении последних лет ущемляют. Таким образом, они ничем не отличаются от тех людей, которые занимаются по отношению к ним тем же. Действительно, чувствуете ли вы такое, что и русскоязычные в этом плане неправы? Нет, я так не чувствую. Я вам говорю, как латыш. У латышей есть историческая память о многих несправедливости. У меня в семье тоже. У меня девушки отвоевали друг против друга. И отец с братом своим были по разной стороне. Но, понимаете, сейчас, вот в данный момент, ущемляется русский. Сейчас надо защищать русского в Латвии. Вот сейчас он ущемлен. Мы не можем построить счастливое общество, Латвию, какую мы хотим, дружную, не только в трибунах болельщиков за свои команды, а вообще и сообща. Если мы будем друг друга, безоговорочно, уже несколько поколений не изменилось, обвинять потомками каких-то плохих, еще не доказанных преступников, оккупантов, потомки, внуки, правнуки, потомки оккупантов, хотя и вопрос оккупации, и личной ответственности за события до, во время и после Второй войны, оно должно иметь, наверное, какое-то судебное доказательство, личной вины. Но нельзя обвинять целый народ. Это еще посмотреть, какой народ в Латвии живущих пострадал больше. Но без этого, без уважительного отношения друг к другу, мы не можем ничего здесь реформироваться. Нам не получится ничего. Это и есть латвийская Нокия. После испробования всех способов друг друга уничтожить, договориться, фу, устать и сказать, слушайте, давайте жить на благо тебя, меня, и жить дружно, и строить нашу суперстрану. Давайте еще примем звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Доброе утро. Сделайте, пожалуйста, прием. Тише, сделайте. Вот я слушаю вас. Сейчас нормально, да? Да, да. Слушай, я думаю, ну вот, а какую оппозицию вы себе считаете? Вот мы живем вроде бы как бы в таком свободном обществе, у нас есть доступный канал, и мы смотрим, как в России оппозиция. Их бьют, обливают зеленкой. Власть оплачивает разных там казачков, которых избивают. Вот только что общественная организация по защите прав человека, Льва Пономарева, закрылась. Да, их называют, специально закон приняли, их назвали агентами. Они идут, они собирают деньги, они задержаны своих, вытаскивают их в тюрьм. Вот это оппозиция. А вы тут вот это вот лепеда, которые вы тут говорите, вот мы вот сидим тут, вот мы так вот, всяк вот. И какой Ушаков авторитет? Он же все время говорит, что он не контролирует ситуацию. Он не знает, что там под ним находится. Он не знает, почему там в центре Алтергусу там кого-то арестовали. Он не знает, что происходит в Риге с Сатексом. Он ничего не знает. Какой он авторитет? О чем вы говорите? Я хочу вам сказать, что есть большая разница противостояния оппозиции в России и в Латвии. В Латвии она имеет более старую, более, извините, опасную вот эту грань, это межэтническая. Я с вами согласен. Даже вот вы тут трижды упомянули моего друга Вячеслава Домбровского. Он считает, что у нас бы давно были бы эти конфликты решены, некий договор типа Монкла был бы заключен, если бы была бы серьезная драка. То есть вот товарищ, который выступал, он хотел бы драку. У меня ему вопрос, ну а кто тебе мешает, иди давай, дерись, иди на улицу вызывай. А эти вот товарищи, которые говорят, почему ты не пошел? А я ему задаю, а что ты не пошел? А вот почему я не выйду и никогда не поведу, я сейчас отвечу. Но тем, кто считает, что оппозиционность это драка, это массовка, это обязательные репрессии, то вперед. Я вас отговаривать не буду, но перед тем, как обвинять других, вы докажите, что вы на это имеете право. Почему согласие называется согласием, и почему согласие не ведет на баррикады? Вы знаете, у меня есть исторический страх. Я видел, как рушился Советский Союз, начиная с 87-го, 88-го года. Еще здесь, еще красно-белые флажки были так в диковинку. А я уже видел Степанакерт, я видел Баку, я видел Среднюю Азию, я поездил. У меня была возможность, мне было интересно. И я очень испугался. Я видел, как бывшие соседи просто резали друг друга. Я видел кровью налитой улицы после этих лопаток и так далее. Я это увидел, и я подумал, как это все просто. Я спрашивал у людей, которые очевидцы, как? Они не знают. Не знаю, как-то вот сам не понимаю, как это произошло. А у нас много чего перемешано. И у нас много влиятельных соседей. И мы интересны, и могли бы быть легко возбуждены на кровь. Так вот я, да, называйте меня, как хотите, провокатором, антипровокатором. Я пока в согласии, согласия не будет призывать к насилию. Да, и последний вопрос, нам пора заканчивать. Вот вы, когда только создавалось правительство, говорили о том, что вряд ли получится сотрудничество с теперь уже попавшей в позиции союзом зеленых и крестьян. Как продвигается ваше сотрудничество? Вообще можно ли о нем говорить? Как он живет все вместе? Ну, мы вынуждены друг друга дополнять. Во-первых, мы большие, они не такие большие. Они, по сути, ничего не могут, если мы им не поможем. Это временный союз. Но у них интерес другой совершенно. Они хотят добиться через своих агентов в правительстве национальным объединением, вытолкать оттуда борденсов и сами туда сесть. Мне пока уютно в оппозиции с зелеными вместе. Но они логичные, они не друзья нами, они не ищут союза долгосрочного с нами, но они логичные. Те люди, которые там есть, они побывали, поработали в министерствах, с ними быстрее можно договориться о каких-то оппозиционных маневрах. Какая была бы дружная оппозиция, и какая наверняка она, вероятность очень большая, что она к осени будущего года и образуется, когда ЕКП оттуда отожмут, и туда зайдут наши доблестные зеленые крестьяне. Думаю, что в оппозиции противостояние будет больше, чем между оппозицией и позицией. Спасибо большое, что пришли. С нами сегодня этим утром был председатель партии Согласия Янис Сапанович.